Добрый вечер! Добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Сейчас мы покажем вам очередной ежевечерний обзор того, как наша страна скатывается в хаос и безумие. Как это не печально, именно об этом мы говорим уже больше двух недель. Столько всего происходит, мы не успеваем осветить все за один час. Вы в курсе этих ужасных событий? Вандалы уродуют нашу страну, уничтожают наши города, наши институты, наше гражданское общество. Они не имеют на это право, страна им не принадлежит, они ее не строили. Мы не должны позволять им рушить ее, но мы позволяем. Эти кадры вызывают ярость, и мы определенно были в ярости, в буквальном смысле. Если вы смотрели наше шоу, то вы это заметили. Теперь мы хотим извиниться. И вот почему. Сейчас Америке меньше всего нужна еще ненависть, еще одно искаженное гневом лицо и больше криков на улицах. И поэтому извиниться здесь вполне уместно. Мы искренне хотим отвратить беду, но подливая масло в огонь, мы никак не поможем. Более того, мы понимаем, что должны быть максимально честными, это наш долг. Прежде всего, мы стараемся быть честными, без притворства. Но мы также попытаемся остаться спокойными и бодрыми духом, потому что, скажем прямо, какой у нас выбор? Сохраняй чувство юмора. Так говорят, когда приходят темные времена. И это хороший совет. Юмор оставляет нам надежду. Всем нам сейчас не помешает немного надежды. Итак, помня об этом, мы начнем с небольшого теста по географии. Сколько на нашей планете стран? На прошлой неделе их было 195, но на сегодня эти данные устарели. Теперь их 196. Дамы и господа, встречайте последнее прибавление в международной семье. Автономную зону Капитолийского холма. Ранее известную как Центр Сиэтла. Чья теперь ратуша? Это наша ратуша. Чья теперь ратуша? Это наша ратуша. Готовьтесь остаться без работы. Мы оставим вас без работы. Покажи мне демократию. Вот она, демократия. Покажи мне демократию. Вот она, демократия. Я говорю вам, теперь это наша улица. Это наша станция. Чьи улицы? Наши улицы. Чьи улицы? Наши улицы. Все это очень мило, но прежде чем бронировать семейный тур в автономную зону Капитолийского холма, которая, кстати, теперь называется ЧАЗ, согласно Департаменту туризма и экономического развития, имейте в виду, что пляжей там нет. Это крошечное государство меньше Лихтенштейна. Вся страна занимает всего шесть кварталов. Она включает территорию, на которой раньше находился Департамент полиции Сиэтла. Но основателям ЧАЗ приглянулась эта земля, и вот они подрузили флаг и украли ее, прямо как конкистадоры. Первое, что они сделали после провозглашения о государственности, и это стало сюрпризом, учитывая, что эти захватчики называют себя прогрессивными идеологами. Так вот, они установили строгие границы. Они построили вокруг стену, как однажды хотел сделать Дональд Трамп. Их стена построена из деревянных баррикад. На входе в зону специальный знак предупреждает. Вы покидаете территорию США. Там также имеются вооруженные пограничники. Не то чтобы иммиграционная полиция, но что-то похожее. И они проверяют всех прибывающих. У стран есть границы, и основатели ЧАЗ поняли это. Им не нужны толпы нелегалов. И под нелегалами мы подразумеваем жителей Сиэтла. Мы получаем сообщения от жителей, что протестующие окружили район баррикадами. И вооруженные люди используют баррикады, как блокпосты. Очень умно. Нельзя впускать в страну всех подряд. Бесконтрольный поток иммигрантов перегрузит экономику. И граждане ЧАЗ это знают. Они не либертарианцы. Они не работают на торговую палату. Не говорят о том, как иммиграция вас обогатит. Они реалисты. Они работают на благо своего народа. Правда, работы там не так много. Что представляет собой экономика ЧАЗ? Трудно сказать. При ограниченных природных ресурсах и населении, которые не имеют навыков, кроме навыка написания ругательств на стенах зданий, в этом-то им равных нет. У граждан ЧАЗ мало шансов для экономического развития. Так что они выбрали путь вымогательства. Опять же, прямо как конкистадоры. Доходная схема, проверенная временем. Мы также слышали, что жители и владельцы бизнеса обложили налогом за право работать в этом районе. Это называется вымогательством. Осколок своей большой родины, Соединенных Штатов, автономная зона Капитолийского холма, по словам политических философов, не что иное, как теория. Государство, основанное на идее, а не на конкретных людях. Основная идея ЧАЗ, его Великая Хартия, его Конституция. Смысл его существования в том, что копы плохие. Полиция — зло, подлежащее упразднению. Неудивительно, что ЧАЗ выгнал полицию со своей территории. Соседствующий с ней город Сиэтл, похоже, согласен с этим. Разве правительство Италии диктует Ватикану свою политику? Нет. Конечно нет, это автономия. Здесь то же самое. Но что поразительно, лидеры ЧАЗ не против навязать свою политику остальному Сиэтлу. Они требуют, чтобы город распустил свою полицию и закрыл все тюрьмы. Пока ЧАЗ еще не признан ООН. По-видимому, туда уже отправили запрос. По имейлу, наверное. Но, как объяснила шеф полиции Сиэтла Кармен Бест, новое государство уже признано городским руководством. Решение оставить участок. Наш участок. Наш дом. Участок, в котором я начинала работать. Это решение я откладывала как могла. «Знаете, это не мое решение. Вы долго защищались. Я просила вас не отступать. Изо дня в день в вас летели камни. На вас кричали. Вам угрожали. Некоторых ранили. И вдруг резкая перемена спустя почти две недели. Это просто оскорбление для всего нашего сообщества. В итоге у города другие планы на здание. Они уступили давлению толпы». Настоящий шеф полиции. Очень, очень достойный страж закона. Я уверен, жители Сиэтла хорошо защищены. Итак, ЧАС. Государство без лидеров. Нежизнеспособная система. Это анархия. Как долго она протянет? Скорее всего, недолго. Анархия быстро умирает. Сильные всегда берут верх над слабыми. Это уже происходит. На следующий же день новое государство получило своего первого военачальника. Это был настоящий скачок в карьере. Неделю назад, раз Симон был подающим надежды рэперам и желанным гостем музыкальных шоу. Теперь он монарх. На видео, полученных из зоны, Симон, по-видимому, патрулирует территорию со своими сподвижниками. Они вооружены и заявляют «Теперь мы полиция!» В одном ролике люди Симона атакуют жителя ЧАС из-за граффити на стене. Прямо как мафия, ЧАС не собирается мириться с непорядком в своем районе. В общем, это то, что сейчас происходит в Сиэтле. Ничего особенного. Подумаешь, новое государство со своими границами. Да, в прошлый раз подобное стало началом гражданской войны, за несколько лет унесшей жизни сотен тысяч американцев. Ничего страшного. Наверное, поэтому демократы в Конгрессе делают вид, что ничего не происходит. Нэнси Полоси и Адам Шиф не упомянули об этом, хоть вы и ожидаете от этих людей осведомленности в подобных вопросах. Вот мэр Сиэтла точно должна быть в курсе событий. Это происходит в самом центре ее города. Но такое ощущение, что ее это совсем не волнует. Последние дни мэр Дженни Дуркан была занята твитами в память о местной усопшей гей-иконе и хвастовством о постройке жилья для бездомных. До сегодняшнего дня она даже не признавала существование ЧАС. Еще раз, новое государство образовалось в центре ее города. Даже президент это заметил. Его твит. Немедленно верните контроль над своим городом, либо это сделаю я. Мерзкие анархисты должны быть остановлены сейчас же. А вот что ответила госпожа мэр. Мы все будем в безопасности, если вы вернетесь в свой бункер. Какой тонкий ответ. Но остаются нерешенные вопросы. Например, как быть с гражданами, которые ходили по магазинам в центре Сиэтла, а теперь оказались внутри границ новоиспеченного государства. Можем ли мы вернуть их на родину? Они теперь военнопленные? Это ведь вопросы международной дипломатии, а мэр и усом не ведет. Хотя она и заявила сегодня, что ЧАС — это уличный фестиваль. И добавила, что может удовлетворить некоторые требования его участников. Наверное, в рамках международного договора. СМИ также игнорировали ЧАС, несмотря на то, что их обычно интересует все новое. Но, видимо, не данная новая страна. Удивительно, ведь всего месяц назад СМИ были яро настроены против протестующих, недовольных карантином в Мичигане. Даже называли их опасными фанатиками. Страшные и опасные события разворачиваются у Конгресса штата. Право черных на протест вторично по отношению к праву белых на вооруженный протест, на протест со штурмовым оружием. Группа людей в камуфляже со штурмовым оружием — это потенциально опасные протесты против карантина. Небольшие группы вооруженных людей вошли в Конгресс штата Мичиган, чтобы навязать с помощью угрозы насилием свои политические интересы. Когда белые берутся за оружие и выплескивают свой гнев на полицию, не видел подобного. Это приемлемо. Эти люди вошли в Конгресс штата с автоматическим оружием и с ними обошлись, как с желанными гостями. Пытаемся мы на нашем шоу быть на позитиве, но старайтесь не показывать подобные видео вашей семье. Ой, вот ты покрасневший, и пытаешься понять, как настолько тупые люди вещают по ТВ. Это несправедливо. Все же давайте признаем, что шоу получается веселым, так как вот действительность. Если вы вооруженные протестуете против карантина в Мичигане, при этом не совершая никакого насилия, вы угроза для страны. Но если вы грабите, избиваете людей, совершаете поджоги, то вы, цитата, «по большей части мирные». Если вы создаете новую независимую страну в центре Сиэтла с оружием в руках, это классно. Отличное решение. Нью-Йорк Таймс дифферамбы петь вам будет. Вот так Нью-Йорк Таймс описали ЧАС в своей сегодняшней статье. Цитата. «Родина расовой справедливости». Так что у нас теперь есть еще одна родина. «Государство ЧАС», продолжаю цитировать, «эксперимент на тему «жизнь без полиции». Уличный фестиваль и объединение. У них есть бесплатная еда, и это все, что нужно. Просто надо избавиться от полиции». Интересно, как много людей, пишущих подобные вещи, отправятся на семейные каникулы в государство ЧАС? Или в чат, если уж на то пошло. Ноль. Но ABC это не смутило, и они описали ЧАС, как, цитата, «празднично». По сути, как свободный Тибет, разве что в данном случае СМИ поддерживают подобную идею, ведь Китай тоже заинтересован. Мы хотим рассказать еще немного о том, как пресса и демократы осуждают людей, протестующих вооруженными исключительно в символических целях, без каких-либо намерений стрелять. И, конечно, не забываем события прошлой зимы. Всю эту клоунаду с импичментом и слоганом «Никто не выше закона». Никто не выше закона. 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 Ни один человек не выше закона. Никто не выше закона. Никто не должен быть выше закона. Никто не выше закона. Смекнули, американцы? Забудьте о своих правах, которые вы считали тем самым законом. И заткнитесь, потому что никто не выше закона. Кроме голосующих за демократов, конечно же. Они не то чтобы буквально над законом. Просто могут придумывать законы собственные. Да что там, они и страны свои могут основывать. Ничего особенного. Главное, чтобы проголосовали в ноябре. Джейсон Рэнс, радиоведущий из Сиэтла, посетил ЧАЗ сегодня. Сейчас он находится у границы новоиспеченного государства, в разделяющей ЧАЗ и Сиэтл, демилитаризованной зоне. Джейсон, большое спасибо. Ну и каково там в ЧАЗ? На данный момент для нас там слишком опасно. Страшновато пытаться попасть туда, ведь если мы будем делать репортаж не так, как захочется местным, то они могут напасть на нас. Два дня назад подобное произошло с моим другом-репортером. Извините, извините, вынужден вас перебить, чтобы проверить ваши привилегии. Отсутствие стабильного порядка — характерная черта всех развивающихся стран. Разве это не расизм? Заявлять, что именно в ЧАЗ опасно? Тогда позвольте перефразировать. Испытывающие проблемы с гневом люди, которые не хотят, чтобы мы о них рассказывали. Если честно, мне, наверное, никогда не было так стыдно за свой город. Сегодня Дженни Дуркан, по сути, заявила, что все, что происходит, все, что мы видим своими глазами, на самом деле не происходит. И это несмотря на то, что властям пришлось заколотить все окна и двери в здании местной администрации, вынести всю технику и поставить вокруг здания забор. И даже после этого они заявили, что здание не было брошено. Тем временем в районе нет ни одного полицейского. Им был отдан приказ не появляться здесь, так как насилие, о котором мы рассказывали, на самом деле не насилие, а мирный протест. Также сегодня Дженни Дуркан атаковала Дональда Трампа, который обратил внимание на данные события и высказался о них в Твиттере. И теперь на полном серьезе Дональда Трампа обвиняют во лжи о террористах среди протестующих. И я знаю, о чем говорю, так как я не только живу здесь, но и делаю репортажи об антифа и анархистах. Здесь в час, безусловно, есть группы лиц, которые являются анархистами, антифа и прочими формированиями, захватывающие власть. И мы им все это позволили. Мы сдали эту землю. И нельзя занижать оценку данных событий. Жители Лос-Анджелеса или Нью-Йорка, если вы думаете, что такое не может случиться в вашем городе, вы не правы. Может и случиться. Мы позволяем этому происходить здесь и сейчас. Никак не вмешиваемся и делаем вид, что ничего не происходит. Джейсон, вы один из немногих известных мне людей, рискнувших побывать в новом государстве. И я должен спросить, как в этом приятном и гостеприимном месте обстоят дела санитарей? На что это похоже? Ну, приятного на самом деле мало. Мэрия Сиэтла приняла решение отправить туда санитарные группы, чтобы навести хоть какой-то порядок, установить биотуалеты. Таким образом, мы даже поощряем подобное поведение. То есть они уже принимают международную помощь? Да, конечно, мы ведь должны помогать развивающимся странам, в том числе финансово. Должны холить и лелеять данную страну, ведь мы хотим, чтобы она продолжала расти. И может быть, на следующей неделе вместо шести кварталов их будет уже двенадцать, а затем она будет занимать весь район Кэпитал-Хилл. Давайте, вперед, очевидно же, что ничем плохим это не закончится. А тем временем мэр Дженни Дуркан не торопится сюда приезжать, и уж точно она не появится здесь. Без вооруженной охраны и отрядов СВАД, расставленных вокруг квартала на всякий случай. В данный момент мы понятия не имеем, когда власть над районом вернется в руки администрации. Если вы сейчас обратитесь в 911 за помощью, ждать придется в три раза дольше из-за нехватки людей. Это полный позор. Нужно переселить Дженни Дуркан в час, до тех пор, пока порядок не будет восстановлен. Я не шучу, так и нужно сделать. Это ее город. Она держит свой адрес в тайне в связи с поступающими угрозами. Ааа, вот как. Ну а мы в это время должны жить вместе сейчас. Теперь я начинаю понимать, как это работает. Спасибо. Обязательно будем вас ждать с новостями о становлении и развитии нового государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова